Добрый день! Я хочу здесь быть, благодарна фестивалю за приглашение, потому что, ну кто же не знает Одессу? Мне кажется, что в Одессу хотят все. Я была здесь как будто в детстве, когда мы ездили смотреть на море вместе с мамой, потом еще один раз. Я играла в театре, был успешный очень спектакль и шел долго по рассказам Бабеля, Одесские рассказы, где я играла в рассказе Фройн Грач, а также играла мальчика в истории моей голубятни. И первая фраза, которую я произносила, была «Я живу в Одессе». И я это, поскольку он шел долго, я сказала и говорила это столько много раз, что у меня полное ощущение, что я здесь провела очень много времени. Скажите, на сегодняшний момент много говорили о ситуации в Одессе. Как вы приехали, что вы чувствуете по нашим улицам, по нашей жизни Одесской? Я чувствую очень хорошую энергетику, я чувствую доброжелательность, и я чувствую вкусную еду, и также ее запах. Очень много интересных людей, гостей, хороших фильмов, которые я знаю, что просто вдохновят меня, и многое останется в памяти. И общение с людьми, с интересными, скажем, все члены нашего жюри замечательные, оно очень обогащает. Я считаю, что это просто подарок, что так совпало, и в театре у меня нет спектакля как раз в этот период. И поэтому мне здесь хорошо. Можете ли сказать о фестивале, вы, наверное, осмотрели уже значительную часть программы, какие у вас лично остались ощущения, может, что-то для вас было открытием, в общем-то, по фильмам? Какие ваши ощущения? Я не могу с вами, потому что я член жюри, мне нельзя пока еще рассказывать про фильмы. Можно не называть фильмов, в общем-то. Но вообще уровень высокий, и подбор фильмов очень профессиональный, с хорошим вкусом. И вообще, судя по первым впечатлениям, я здесь уже 4 дня, очень все профессионально и на уровне. Скажите, полюбились ли у Брисовича фильмы, которые уже будут для вас любимые? Да. Какие-то из тех, что вы посмотрели? Да. А вот из гостей фестиваля, может быть, какие-то у вас уже сложились, может быть, творческие отношения с кем-то? Или какие-то планы появились? Пока нет. У нас сложились человеческие отношения, но от человеческого к творческому шагу, как бы, расстояние маленькое. Я очень надеюсь, что сложится по-творчески, потому что всегда хочется поработать с интересными людьми. Но по-человечески пока мы все разговариваем на одном языке, что важно. У нас нету недопонимания, у нас одинаковый вкус, мы одинаково смотрим на жизнь, на искусство, на человеческие взаимоотношения. Вы играете и в театре, и в кино. Что для вас, скажем, главное? Или это две разные ипостаси вашего творчества? Где вам легче, где сложнее играть? Везде одинаково легко, везде одинаково сложно. Потому что до того момента, как станет легко, нужно очень много всего сделать и работать очень тяжело. Но это как раз замечательно, что есть возможность совмещать, потому что это новая энергетика. Скажите, пожалуйста, вы, насколько я понимаю, сейчас играете в театрах в Израиле или в каких-то еще других? В каких странах у вас есть спектакль? Да, у меня есть. Я играю в театрах в Израиле, и я играю в Мюнхенском театре Residence. Это спектр театр, в котором когда-то очень много работал Бергман. У нас есть совместная постановка, называется «Персона» по фильму Бергмана «Персона». Моя партнерша, очень известная немецкая актриса Юлиана Кюллер. И вообще эта идея родилась, потому что мы очень подружились и как-то сказали в шутку, хотели что-нибудь сделать вместе. И когда она пошутила, сказала, потому что мы встретились в Берлине на кинофестивале, а рядом сидела Лив Ульман за соседним столом. Ну и, конечно же, когда ты видишь Лив Ульман, ты больше ни про что не говоришь, только про нее и про Бергмана. И как-то мы дошли до «Персоны», и в шутку Юлиана сказала, давай сделаем «Персону», я в Израиле буду молчать, ты там две героини, одна все время молчит, другая все время говорит. В Германии ты будешь молчать. И как-то оба театра очень на это откликнулись. И вот мы уже два года его играем. Мы меняемся ролями. Это первый такой опыт. Я никогда не играла две главные роли одновременно в одном спектакле. Ну вот это... И вообще встреча с Бергманом это подарок. Раз уж я, к сожалению, не застала его живым. А есть ли какие-то еще сейчас новые планы? Может быть, киношные планы или больше сейчас театральные? Да, и-и. В театре я начинаю репетировать спектакль «Трамвай желания». И в кино есть один очень интересный проект, но мы ждем денег. Как всегда, надеюсь, он состоится. Это художественное кино? Художественное кино, да. Сейчас в Израиле очень много молодых режиссеров, и с ними очень интересно работать, потому что они талантливые, амбициозные, полные сил. И очень интересно видят эту жизнь. Каждый под своим углом. А скажите, пожалуйста, вы же играли, сколько я понимаю, и в Москве, да, в свое время? В театре Маяковского. Вот разница между нашим, скажем так, постсоветским, может быть, и театром, и израильским, и европейским. Есть ли в чем-то различие, или, в общем-то, это язык искусства, он везде одинаковый? Есть общая тенденция театра, которая меняется, в принципе, по всему миру. Но в каждых странах по-разному, скажем, в Германии, поскольку народ не сентиментальный, то театр не сентиментальный, это диктует ментальность. Но вообще искусство, талантливых актеров везде очень много, искусство, оно везде искусство. И все, конечно же, зависит всегда от химии между актером и режиссером, насколько это плодотворно, и насколько люди совпадают, и тогда это всегда дает очень интересный, богатый результат. Вот. Разница в публике. Разница в публике. Потому что, скажем, когда я приехала из Москвы, начинала играть в Израиле, разница была очень большая. Московская публика более сдержанная, а израильская публика в сегментальности очень быстро реагирующая, ищущая, жаждущая смеяться. Снова какие-то ощущения, да? Да. При этом московская публика, скажем, если уже она реагирует, или она тебе захлопала, ну, это дорого стоит. Не могу не спросить, все-таки у нас сейчас какая-то есть такая параллель, Израиль все время какие-то военные есть, проблемы и так далее. К сожалению, в нашей стране есть такая ситуация. Может ли как-то искусство на это влиять? Как Вы считаете, может ли искусство что-то давать людям в это время такое? Искусство может, влияет, будет влиять и обязано влиять. Потому что иначе это будет просто угасание. Необходимо питать душу. Необходимо не забывать ценности. Необходимо все время дышать. Необходима духовность. То есть нам надо больше ходить в театры и в кино, правильно? Ну, у кого есть такая потребность. Нельзя от нее отказываться во время войны. Скажите, вот Вы планируете побыть немножко дольше в Одессе, чем в кинофестивале, или только на кинофестивале? Какие Ваши планы, в общем-то? Нет, я возвращаюсь, потому что у меня на следующий день после закрытия уже спектакль. В театре, поэтому я должна вернуться. Давали ли Вы, может, какие-то свои рекомендации по проведению фестиваля? Как его улучшить? Как здесь будет еще ярко? Нет, у меня другая профессия. Я артистка. Здесь достаточно профессионалов, которые занимают свое дело. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!